Благотворительный фонд социально-культурных инициатив презентовал итоги проекта «Потенциал молодежи». Проект стартовал год назад. К участию были приглашены молодые люди из всех регионов Абхазии. В течение нескольких дней участники прошли интенсивный курс лекций и тренингов, а затем разделились на три команды и представили собственные идеи актуальных гражданских инициатив. Фото-выставка молодого фотографа Миланы Хаджава и их команды, которая занималась сохранением историко-культурного наследия. Также вторая команда занималась популяризацией абхазского языка с использованием различных современных технологий. И третья компания – это трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. В течение всего этого года ребята реализовали эти инициативы. В рамках этих инициатив они реализовывали различные дискуссии, различные выставки, обсуждения тем. Рассказывали подробно об этих проектах, приглашали экспертов на разных площадках и совместно со всеми реализовали в итоге успешно этот проект. Милана Хаджава – автор фотографий, представленных на выставке, и участник компании по сохранению историко-культурного наследия. 38 больших работ и еще 15 фотографий в формате открыток и закладок со знаковыми объектами архитектуры уже выставлялись в Гагрии и Пицунде, а после Сухума будут представлены в Гудауте и Ачамчире. Я проходила курс по гражданскому образованию. Далее, по истечению прохождения курса, у нас была возможность написать проект и подать заявку на получение гранта. Мы написали с ребятами проект и выиграли грант от Фонда социально-культурных инициатив. Сначала это была любительская съемка, то есть я просто ходила по городу и фотографировала свои любимые здания. В дальнейшем Азамат и Илона предложили провести уже свою выставку, на которой будет представлено большее количество объектов историко-культурного наследия. Еще один результат проекта «Потенциал молодежи» – это общественная компания Апсуа Лэнг, направленная на популяризацию абхазского языка. Одно из основных направлений – это распространение информации о различных частных и государственных проектах, которые реализовываются в рамках популяризации абхазского языка. Дело в том, что мы обратили внимание на проблему того, что не все проекты освещены, и люди не владеют информацией по поводу изучения абхазского языка, по поводу того, что было сделано. И мы решили собрать все эти частные и государственные проекты, которые все равно играют огромную роль в изучении развития и распространении использования абхазского языка в повседневной жизни. Мы анонсировали это все на нашем аккаунте в Инстаграме «Апсуа Лэнг». Также мы проводили различные кинопоказы на абхазском языке, и мультфильмов, и для взрослых людей фильмы. Мы проводили дискуссионный клуб по проблематике и изучению вопросов использования абхазского языка в повседневной жизни, приглашали экспертов. Также мы обращались к частным инициативным компаниям, которые открывали абхазские школы для детей на бесплатной основе. Все это мы собрали в одном информационном блоке, то есть в Инстаграме, где мы делимся всеми ресурсами, которыми могут пользоваться люди и изучать абхазский язык, разговаривать на нем. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – третья проблема, на которую предложили обратить внимание молодые люди Абхазии. Они провели работу и добились некоторых результатов. Суть проекта в том, чтобы дать возможность увидеть людям с ОВЗ перспективы трудоустройства. Для этого были проведены встречи и с предпринимателями, и с самими людьми с ОВЗ, для того, чтобы понять, какой вообще спрос есть на рынке, на какие вакансии. Например, мы для себя пришли к выводу, что есть довольно большой спрос на диджитал-профессии. Это позволяет людям с ОВЗ работать даже удаленно. Есть люди трудоустроенные, их пока что не так много, но эта тема актуализируется, распространяется дальше, расширяется. Я думаю, что дальше успехи у проекта будут. Проект «Потенциал молодежи» далеко не первый реализованный Фондом социально-культурных инициатив. Фонд поддерживает такие проекты, как Агентство социальной информации «Обсны», специализирующееся на освещении социально-ответственной деятельности граждан, дискуссионные клубы «Паблик Ток», подкаст «Петсунский маяк» о жизни гражданского общества и телеграм-канал «Гражданское общество Абхазии». Надежда Боровикова, Саита Гухава, Абаза ТВ.